Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.07 в Кирове, сегодня четверг, в дневном развороте работает Александр Асохин. И Светлана Занькова. Добрый день. Ну что, подводим по традиции... Здоровые сослушатели. Здравствуйте. По традиции подводим в конце года итоги этого самого года. Это Владимир Валерьевич Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Будет у нас во втором часе. Будем говорить про соблюдение прав детей в Кировской области. Да, подведем итоги. Это будет после 12-ти. А в первом часе мы будем говорить о финансах традиционно. В конце года всем интересно подвести итог, как прошел этот год, что изменилось. И, естественно, всем очень интересно, что будет дальше, что будет в 2017 году. Как будут вести себя финансовые рынки. Как будут чувствовать себя наши кошельки. Куда лучше вложить деньги. Как их сохранить, уберечь. Эти все вопросы возникают в конце года особенно остро. Я, по крайней мере, так делаю. Ты подводишь свои финансовые итоги, Саша, в конце года? Ну, у меня как-то ближе к декабрю, когда налоговые декларации. А, ты вот тогда, да. То есть ты уже прекрасно себе представляешь свое финансовое состояние и распланировал все на 2017 год. Смотри, ты мудрее меня в этом смысле, несмотря на то, что моложе. И вот эти итоги мы подводим с представителями «Вятка Банка» и Сергеем Геннадьевичем Тувалкиным, президентом «Вятка Банка». Сергей Геннадьевич, добрый день. Доброго дня. И с Лилией Казаковцевой, первым вице-президентом «Вятка Банка». Лилия Табрисовна, здрасте. Здравствуйте. Ну, что, 15-й год был юбилейным, 16-й это как бы следующий шаг, да, следующий этап жизни. И он был всякий разный и для нашей страны, и для каждого человека в отдельности, для «Вятка Банка» тоже. Какие главные уроки, какие главные итоги 16-го года могли бы вы отметить, если они есть наиболее яркие? Или он был такой ровный, обычный год без изменений? Я бы сказал, что, наверное, год был достаточно обычным. Что, наверное, хорошо. Да, хорошо. То есть я бы не сказал, что были какие-то большие-большие проблемы, что мы как-то по-другому стали смотреть на финансовый рынок. В принципе, все достаточно консервативно и стабильно, и с уверенностью будем смотреть дальше. Вообще, как бы, я бы не стал говорить о том, что для нас это некие этапы, да, то есть подведение итогов по бухгалтерскому балансу мы хорошо подведем, да, это будет не в конце только этого года, это будет еще и в январе. Но этап определенный пройден, мы его зафиксировали, будем двигаться вперед, и хотелось бы просто что-то улучшать, что-то предлагать и понимать ту цель, которую мы преследуем. Все-таки банку уже 26 лет, это достаточно большой срок, и за этот промежуток времени сменилось не одно поколение уже вятка банки, и многие сотрудники у нас есть даже, которые работают, и еще с промстройбанка, то есть уже более 26 лет в этом банке, поэтому заложены определенные традиции, итоги года, они достаточно хорошие, на мой взгляд, я не знаю, может, Лилия Таврисовна как-то бы по-другому это прокомментирует, но мы достаточно спокойно себя ощущаем и с уверенностью смотрим в будущее. Вы можете какие-то цифры за этот год привести? Я хотела немножко еще давать эмоции, наверное, да, вообще любой год, любой финансовый год, да, это же как к нему подготовишься, так и пройдет он, да, вот по сути-то, да, то есть, а профессионалов, в принципе-то, ну, вообще надо готовиться к любому финансовому году и не финансовому году, но я хочу сказать, что у нас была в банке проделана в 2014 году, да, Сергей Инатьевич, и в 2014-2015 годах огромная работа по подготовке вот к этим трудностям, которые у нас есть в экономике, и, соответственно, мы очень многое сделали для того, чтобы улучшить наши позиции по ликвидности, да, то есть мы действительно там подтвердили свою надежность, да, мы повысили все свои рейтинги, да, то есть мы отработали нашу, скажем, наш кредитный портфель, да, вообще все то, что подвергается тотальной проверке Центрального банка, вот все направления, мы заранее все отработали, качественно к этому подошли, и, конечно, я хочу сказать, что вот если готовиться заранее, то все будет хорошо, мы это подтвердили, и поэтому я хочу сказать, с удовольствием мы прошли 2016 год, проходим, знаете, он был, он был, конечно, необычный, он был непростой, знаете, как американские горки я сравниваю, да, потому что были такие, ах, эмоции вот такие вот, да, и потом, ах, вот такие проблемы, да, но с другой стороны, опять же, потом опять взлет, но, а когда ты понимаешь, что ты уже к этому готов, когда команда готова, когда ты все-все-все, в принципе, очень многое, то, что надо было сделать, уже сделал, это все это проходишь достаточно безболезненно, с уверенностью, и это, наверное, главный итог. А я понимаю, о чем вы говорите, вот понятно, что Вятка банк является основой там, да, финансового практически рынка Кировской области, и как любой лидер, как любая крупная компания время от времени подвергается атакам, да, и очень важно здесь, конечно, было соблюсти какое-то, ну, правильно, в том числе, информационное поведение в этом смысле, потому что были публикации, возможно, заказные, да, как мы думаем, которые, не знаю, на что были рассчитаны, не будут давать свою там оценку. Однако они были достаточно такие беспокойные, и мы обсуждали этот вопрос, и вами было принято решение на них не реагировать никак. Почему? Ну, конечно, можно было, но мы среагировали по-другому. Мы сказали, а давайте нас проверят, давайте нас проверят, и сами итоги все скажут. Компетентные органы ответственные. Да, компетентные органы ответственные, которые, в принципе, вы знаете, вот действительно, вообще региональные банки, я почему всегда, я очень люблю региональные банки, за то, что они проверяются, за то, что у нас есть ни один уполномоченный представитель Центрального банка, за то, что у нас постоянно, вот, Кировское отделение у нас присутствует на всех наших правлениях, там, заседаниях и так далее, нас контролируют, и поэтому это ведь дает и спокойствие, и, как это, уверенность, да, со стороны как фладчиков, так и наших клиентов. Но я хочу сказать, что когда нас проверил Центральный банк, тот же самый, да, мы, ну, что тут лишнего-то говорить-то? Вот проверили, вот есть итоги, и эти итоги, они вылились в виде, там, я не знаю, в виде акта, да, потом. Мы на них написали качественные возражения, очень много было принято, конечно, да, но я хочу сказать, что те итоги, которые есть, это еще раз говорю я, что работала профессиональная команда, что тут много говорить-то, есть итоги, есть конечный результат, и дай бог каждому так проходить. Подтвердили делами, цифрами и заключениями ответственных органов. Я бы здесь добавил, наверное, еще пару таких вещей, потому что действительно ситуация, как бы, там, заказная, не заказная, комментировать не буду, но как нормальная, стабильно ощущающая себя организация должна вести в данной ситуации? Выходить на улицу и кричать, да нет, мы нормальные, мы замечательные, хорошие, смысла абсолютно никакого нет. Тем более мы понимали, что у нас все замечательно и с нормативами, и с ликвидностью, и с другими какими-то вещами. Конечно, мы какие-то процессуальные вещи провели, мы подали в суд, с некоторыми мы заключили и досудебное соглашение мировое, скажем так, официально распространение у себя на сайте этих статей, написали извинения, в том числе и перед нашими клиентами, и не буду называть конкретных как бы издателей этих статей, но они написали, извинились, и что это является недостоверной. А говорить о том, что нет, у нас нет тут проверки Центрального банка, да, она была, и говорить, подтверждать, кто-то просто на этом пытался, наверное, каким-то образом сыграть. Но для примера могу просто привести, за последние 4,5 года в нашем банке было 6 инспекционных проверок Центрального банка. Мы даже для интереса так и любим статистику, я люблю математику, и подвели такие некие итоги. За 4,5 года это 1200 рабочих примерно дней. Из них в нашем банке провела инспекционная группа из Центрального банка более 300 дней. Если к этому прибавить дни, которые требуются на подготовку возражений, на отработку различных рекомендаций Центрального банка, да, то есть это составит в принципе из этих 1200 дней где-то, наверное, 50% рабочего времени. Как при такой нагрузке, как при таком внимании со стороны Центрального банка, да, они, наверное, баланс нашего банка знают лучше меня. Это как бы откровенно, и здесь никаких ни эмоций, ни каких-то переживаний по этому поводу не было, поэтому такое решение и было принято. Сейчас проверемся буквально на одну минуту. Напоминаю, что итоги года финансового мы подводим святка банкам, и у нас будут прогнозы на будущий год. Это очень интересно всегда, да, что нас ждет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Вяткобанк подводит итоги своей работы в 2016 году, и мы с Александром Рассохиным, я, Светлана Занько, Александр Рассохиным здесь беседуем с Сергеем Тувалкиным, президентом Вяткобанка, и Лилией Казаковцевым, первым вице-президентом Вяткобанка. Давайте пройдемся по цифрам за 2016 год, Сергей Геннадьевич. Наверное, немножко о банке расскажу. На сегодня банку, как я уже говорил, 26 лет, мы основаны в ноябре 1990 года, пройден достаточно большой путь. На сегодня у нас есть 35 офисов, они находятся не только в Кирове и Кировской области. У нас есть филиал в городе Москва, два офиса в республике Мариэл, в городе Перми и в Нижнем Новгороде. В принципе, достаточно большая такая офисная сеть, которая позволяет охватывать большое-большое количество населения. Мы, опять же, смотрели, сколько у нас примерно клиентов, и ежемесячно проходит где-то порядка до 50 тысяч человек. Это достаточно большая цифра для небольшого, скажем так, регионального банка, но при этом клиенты пользуются нашими какими-то услугами, нашими продуктами. Обслуживается более 14 тысяч юридических лиц, и у нас все достаточно стабильно по нашим пассивам. Мы имеем на сегодня более 8 миллиардов таких пассивов, капитал банка 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Все нормативы, которые нам предъявляет Центральный банк, они соблюдаются с большим-большим запасом. Это, наверное, связано, прежде всего, с сегодняшними временами. Это к тому, как подготовиться к трудностям. Это уже, да, мы уже, например, программу для наших слушателей составляем, что запасы должны быть в разы превышать. Запасы должны быть, и они должны быть вовремя. Здесь я благодарен, наверное, больше своей команде, которая вот эти трудности она и чувствует, ощущает, что есть у нас, могут возникнуть такие-то, такие-то сложности, да, давайте к ним будем готовиться. Это действительно происходит на самом деле не за месяц и не за два. У нас большой штат аналитиков, который это все прогнозирует. Мы даже для примера вот приводили, раз говорим об 2016-го года, в конце 2015-го года наши аналитики просто делали определенные расчеты по ключевой ставке Центрального банка, по другим каким-то показателям, которые рыночные. Могу сказать, что, как и бюджет банка, мы где-то на 95% это угадали, как будут развиваться события в 2016-м. И сейчас, наверное, какой-то груз, именно нагрузки, она сброшена, потому что мы это угадали, мы шли по тенденции, которые наметили для себя, переждали определенное время и уже сейчас утверждаем, будем утверждать на совете директоров новый план, будем закладывать определенный рост, рост достаточно немалый, бизнес, наверное, с этим будет справляться. И будем расширяться, расширяться и в офисах, планируем только в Кирове, Кировской области открыть до 6 офисов, плюс в небольших городах, как бы и за пределами. А с чем это связано? Со всех сторон несется, что времена тяжелые, будут еще тяжелее и всегда кажется, что денег становится меньше, а вы говорите, офисов у вас будет больше. Почему? Тут позиция следующая, что я как человек, который не только думает прежде всего о банке, и думаем мы прежде всего как команда, как региональный банк, думаем и о нашем населении. Мы очень много работаем над социальными проектами. Потому что репутация прежде всего, конечно. Здесь даже не репутация, просто как представлены услуги в области. Они достаточно представлены слабо. Поэтому мы это видим и будем расширять. При конкуренции рождается и та цена, которая достаточно будет адекватной для наших потребителей. То есть если мы будем сравнивать, например, доступность услуг клиентов любых банков в Москве, то есть линейка, которая им представляется, она гораздо шире, чем то, что пока что представляется в Кировской области. Правильно я вас поняла? Ну, в совсем широком смысле я бы с этим, наверное, не согласился. И в Кировской области, и в Кирове представлены достаточно широкий спектр услуг. Представляют их многие банки. Здесь уже, наверное, специфика региона, что некоторые услуги просто не будут востребованы. И поэтому как раз ориентируемся на потребности людей, которые или компаний, что им необходимо в первую очередь. И для этого будем над этим работать. Слушайте, мы же здесь 26 лет находимся, мы же знаем своего клиента. И, конечно, нам интересно расширяться именно, конечно, Пере, Москва, Ешкар-Ола. Это очень хорошо, да, это надо. А Киров-то это ведь наш родной регион. Конечно, мы будем здесь расширяться. Конечно, мы здесь знаем клиента, особенности ведения бизнеса. Я хочу сказать, у нас и качественные кредитные портфели, и клиентские остатки очень хорошие. Добрые-добрые отношения сложились с нашими клиентами. Как не поддерживать-то, как не развиваться-то. Конечно же, когда, допустим, ну, я не знаю, как там тренд, а по федеральным банкам, но больше они там централизуются, да, то я хочу сказать, с нашим-то умением и с нашим ощущением клиента надо идти, конечно, в периферию и надо открывать удобный дополнительный офис и, соответственно, предлагать спектр услуг, которые, спектр услуг, то он есть, понимаете, а доступность, вот, доступность. И надо, чтобы вот и бабушка, да, пришла, и чтобы с ней поговорили, и рассказали бы, и где-то посовет бы дали бы, да, и помогли бы сохранить те же самые вклады. Ну, а кто это должен делать? Конечно, региональный банк. Так ведь? Сколько сейчас филиалов в регионе насчитывает ветка банка? Ой, у нас 13 филиалов, 13 дополнительных офисов, да, так скажем, но этого мало, мы можем еще открываться. И, знаете, я что, вот мы к чему пришли? У нас нет ни одного дополнительного офиса убыточного. То есть, они у нас небольшие, очень компактные, я не знаю, у нас там максимальная работа по 4-5 человек, я хочу сказать, что это тот самый, наверное, вот оптимальный вариант, который мы нашли, и тот, мы же набираем сотрудников именно с того городка или там вот с той территории, где открывается дополнительный офис, да, это же вся Кировская область, и, конечно, они знают клиенты, и, конечно, они напитаны всем этим, и, конечно, этот потенциал-то надо использовать. Вот и все. Я как раз перед этим хотела спросить вас про оптимизацию, но, видимо, отпадает этот вопрос, раз вы расширяетесь и не сокращаетесь. Оптимизация бывает разной. Оптимизация-то это вещь вообще... Вы знаете, оптимизация страшное слово, которое запаснуло в 3 года. Как это подходить? Да, смотря как подходить, конечно. Я имею в виду, конечно, именно сокращение, сокращение коллектива, закрытие офисов, у вас не происходит этого, наоборот, вы собираетесь расширяться. Я, если честно, вообще не помню, чтобы у нас были какие-то сокращения именно в коллективе. Мы даже если переориентировались с какого-то там проекта на другой, то людей мы не увольняли никогда. Мы их всегда оставляли в банке и предлагали заняться чем-то другим. Тем более тот коллектив, который у нас сложился, он достаточно креативен и способен быстро учиться тому, что требует в сегодняшнее время. Поэтому нет, здесь точно, скажем, нет. И более того, не хотелось, конечно, расширяться в текущей. Мы достаточно в этом консервативном вопросе, но сокращений точно не будет. И, наверное, мы можем себе это позволить. Эта подушка, которая у нас есть, она это позволяет. А по оптимизации, знаете, я вспомнил сразу, оптимизация бывает разная. Почему я сказал? Потому что есть незаполненные вакансии, то есть мы их срезаем. Вот вам оптимизация, допустим, на 5%. Безболезненно. Безболезненно, да. Поэтому здесь мы просто… что для меня оптимизация? Оптимизация – это я бы с удовольствием сократил количество людей, которые занимаются взаимодействием, допустим, Центральным банком, взаимодействием с госорганами, взаимодействием каких-то вот этой бумажной работы. То есть, к сожалению, не все у нас электронно сейчас делается, хотя к этому надо стремиться. И сказал, ребят, давайте просто пойдем в народ, будем с ними общаться, будем продавать, будем заниматься, скажем так, бизнесом, а не перекладывать бумажку к бумажке. И вот в такой оптимизации, да, вот эта оптимизация у нас, конечно же, будет. У нас три минуты до перерыва. Хотелось бы, знаете, о чем у вас спросить? Все-таки вы, Лилия Табрисовна, сказали, хорошо знаем население нашего региона. А какие именно продукты у кировчан пользуются спросом? Вот куда они, в какие, я не знаю, счета выбирают? С какими суммами любят оперировать? Ну, давайте мы будем говорить о том, что вкладчики, вообще у нас средняя сумма вклада 162 тысячи рублей. Средний возраст вкладчика под 60 лет. Вот. Вот, да, понимаете, да. И сразу возникает социальная ответственность, сразу. А отсюда мы говорим, а где же мы, да, вот, где будем это все-то размещать? У нас собрано 8 миллиардов вкладов. Я вам сказала, в принципе, да, вот портрет нашего вкладчика, да, вот это и возраст. И отсюда возникает и у нас. Вы представляете, насколько мы должны качественно работать в плане команды нашей, да, в плане и... А вот, наверное, со всех сторон должны качественно работать, да, для того, чтобы эти деньги мы могли правильно разместить, на этом заработать и вернуть вкладчикам в виде процентов. Все ведь просто. Есть деньги, они не наши, они чужие. Мы их должны правильно разместить. Компетентно, качественно, да, думая, чтобы это все это вернулось, а не абы как, не огульно. Вот за всем этим следит и наш дорогой центральный банк. И все-таки какие вклады выбирают? И отсюда уже идут и вкладчики. Да, и вклады. Это у нас, кстати, замечательная тема идет по нашим пенсионерам. Сергей Иванович, добавься, да, это его любимая тема. Он действительно очень много прикладывает усилий для того, чтобы разработать хорошие продукты для наших пенсионеров. Я не буду углубляться. Мы не будем углубляться, да, мы не будем углубляться. Вот какой запрос идет от населения? Вот что они хотят? Сроки, вклады в какие они говорят, проценты, там, просят, просят, приходя в банк. Стандартные сроки, все равно строки до года, да, нужна ставка хорошая, да. Но мы же понимаем, что объявляя большую очень ставку, надо все это переработать, я уже сказала, да, надо разместить, переработать и заработать. И поэтому здесь надо, конечно, нашим же вкладчикам надо разбираться, в какой банк идти, куда нести деньги. Если там объявляется очень большая процентная ставка, ясно, понятно, что, наверное, есть какие-то проблемы с ликвидностью этого банка. Об этом тоже надо думать, читать, размышлять, рассуждать. Это мы, кстати, проводили и будем проводить, да, в следующем году, среди иначе, дни финансовой грамотности. Кстати, замечательное, что было мероприятие, я вас приглашаю. Потому что, когда полный зал ДК железнодорожников был, вот пришли наши уважаемые пенсионеры, да, это наше старшее поколение. И настолько внимательнее. У нас и пенсионный фонд приходил, да, и СМВД приходили, рассказывали. Интерес растет. Интерес растет. Полный зал. Потому что про финансовую грамотность пресловутую, мы говорим десятилетия уже, что она низкая у нас же населения и так далее. Вот что сейчас происходит? Есть какие-то изменения, что ли? Конечно. Неужели люди стали серьезнее к этому вопросу относиться? Конечно, люди стали серьезнее. А микрофинансовая организация, да, то есть это же надо разбираться. Поэтому, когда к нам клиент приходит, наша задача не просто у него взять денежку, да, а потом вовремя вернуть. Это естественно, само собой разумеется. Но еще рассказать. Еще рассказать и про микрофинансовую организацию, и про возможности, вот весь негатив, который, да, вот сопровождается в плане, да, то есть не надо хранить там деньги дома, да, допустим. Не надо там доверять, может быть, вдумчиво, может, надо доверять микрофинансовом организации, тоже надо разбираться, да. Почему-то дома нельзя, ну хотя бы треть-то дома можно же, вот сюда положить, сюда, сюда положить. Немножко в валюте, да, в такой валюте, в такой валюте. Вот, кстати, интересно про валюту. Валюту-то покупают еще люди, я не знаю. Валюту покупают, покупают, наверное, сейчас не так активно, как это, допустим, было декабрь 14-го, начало 15-го годов. Ну, там был ажиотаж нереальный. Да, ажиотаж был нереальный. Наверное, многие сейчас, конечно, жалеют, что поучаствовали в этом процессе. Ну, если мы вспомним, там, евро 17-го декабря достигал 100, то есть некоторые банки как бы предлагали, да. И прогнозировали 120. И 120. И 40, да. И нефть под 5, да. Нет, ажиотаж был большой. Мы, как российский нормальный банк, честно говоря, не понимаем, куда на сегодняшний день вкладывать вот валюту, поэтому наши ставки, они там минимальны, и мы с ними абсолютно практически не работаем. Сейчас проверемся на две минуты, буквально на рекламу. Напоминаю, что подводим итоги года Святкобанком и его представителям Сергеем Тувалкиным и Лилией Казаковцевой. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы подводим итоги года Святкобанком, и у нас в студии Сергей Тувалкин, президент банка, и Лилия Казаковцева, первый вице-президент. Мы сейчас в перерыве наткнулись на очень серьезную, конечно, тему, поскольку мы хотим рассказать о том, как планировать, что делать, в каком состоянии сейчас находится население в отношении финансов. Мы заговорили про закредитованность населения, привели каждый свой пример. Я приводила пример микрофинансовых организаций, потому что буквально где-то месяц назад была рядом с ней и видела очередь, и там были мамы с детьми, и когда я это вижу, мне очень страшно становится, вы знаете, за такие вещи. И, естественно, все эти истории, которые мы слышим и по радио и по телевидению, потом взиманием всяких этих денег с коллекторами и прочее, ну, становится просто реально страшно, вы знаете. И, однако, мы понимаем, что в ситуации, которая усугубляется, пока еще вот мы не вышли, мне кажется, пока еще не вышли на тот подъем, когда мы увидим, что свет яркий в конце тоннеля, все хорошо, вздохнули. С облегчением все-таки узел завязался и еще пока как бы не ослаб. Закредитованность вы, наверное, тоже видите. И, может быть, даже среди ваших клиентов, как вы поступаете в такой ситуации? Слушайте, ну, конечно, закредитованность есть однозначно. И более того, я, конечно, бы очень хотела бы сказать, все-таки 17-й год, да, нас ведь многое учит, вот, 16-й, 15-й год, что не надо увлекаться, наверное, да. Ну, как вот увлекаться, да, иногда бывают такие жизненные условия крайние, когда, наверное, тут уже никакие советы, может быть, да, ну, и не надо давать, да, то есть люди сами решают, как жить, как вот, какие решения принимать. А так, когда берете деньги, надо все-таки считать, как их отдавать. И надо считать конкретно долговую нагрузку. Независимо от того, о, я вот это вот продам там, да, и тогда у меня все будет хорошо. Нет, надо проходить так, что понимая, что может быть жизнь еще хуже, там доходов будет еще меньше, да. И надо, конечно, не стесняться, если ты даже вышел на просрочку, не надо стесняться, это надо приходить в банк и сказать, ребята, у меня такая ситуация, давайте будем разбираться, помогать. Мы как региональный банк, да, это как тот банк, который еще собирается еще дальше развиваться, да, расширять свою сеть. Я хочу сказать, надо приходить в этот банк и говорить, что у меня такая ситуация, давайте что делать, можно ли сделать какую-то реструктуризацию, можно ли облегчить мою долговую нагрузку, да, вот из месяца в месяц. Все ведь это делается. Мы этим занимаемся ежедневно, у нас проходят кредитные комитеты каждый день, и ребята у нас вот через себя пропускают вот эти все по 40, по 50, по 60 вопросов, да, а это не вопросы, это жизни. То есть каждая история рассматривается индивидуально. Каждая история рассматривается индивидуально, и каждое решение принимается индивидуально, и делаем реструктуризацию, и делаем ослабление долговой нагрузки. И это принципиально важно. Когда вы идете в банк, вы понимаете, а как этот банк, смотрите обязательно, как этот банк будет действовать в тяжелой ситуации. То же самое по предпринимателям, то же самое по предприятиям. Конечно, мы идем на реструктуризацию, мы ослабляем вот эту вот, ну, как бы долговую нагрузку, потому что, слушайте, испортить кредитную историю на раз в два-три сейчас легко. А дальше, в какой бы банк ни пошел, единая база, все это всплывает, и видно, что у вас отрицательно была кредитная история, и намного сложнее. Процент будет выше, если, допустим. И тогда уже прямой путь тогда в микрофинансовую, наверное, организацию, где на это не очень смотрят. Ну, может, смотрят, но не так-то репетят. И дальше еще страшнее все. И дальше все это страшнее. Поэтому нельзя бояться приходить в банк, нельзя бояться говорить о своих трудностях. Они сейчас, поверьте, есть у всех. Вот. Об этом надо говорить, и надо принимать хорошие, правильные решения на будущее, потому что это же потом еще и дети, да, и потом и внуки. Это же целая вот дальше. К доктору нужно обращаться вовремя. Вовремя. При первых симптомах болезни. Диагноз надо поставить вовремя, и лечение надо назначать. Совершенно верно. Ну, правда, профилактику лучше бы делать, конечно, вовремя, да? В общем, мы предлагаем это и другое. Понятно. Я бы добавил здесь еще немножко. То есть мы опять уже возвращаемся, наверное, к одному из таких существенных вопросов. Это к финансовой грамотности населения. И здесь это касается не только кредитов, это вообще касается наших финансов. Наверное, население, прежде всего, действительно должно предполагать, как оно будет это отдавать. Сами мы, допустим, не пользуемся коллекторами. Да, то есть у нас есть свой коллекшн, у нас есть свои сотрудники, которые в рамках там… Они звонят в первую часу ночи с угрозами? Нет, абсолютно такого нет. Мы действительно звоним клиентам, да, мы действуем только согласно законодательству Российской Федерации. Поэтому здесь население, прежде всего… Знаете, что я обратил, прежде всего, внимание? То, что наше молодое население не совсем понимает, куда оно движется именно с финансами. Если, как мы говорили, у нас средний возраст складчика 60 лет, да, то более молодое оно не умеет ни копить, оно, прежде всего, закредитовано, увидел какой-нибудь гаджет в магазине, взял сразу кредит на этот гаджет. Как он будет отдавать, он не совсем понимает. То есть для меня, допустим, я не всегда был президентом банка и вырос в сложные 90-е годы, и прекрасно помню, что такое 90-е годы. Я из маленького сибирского городка, но они, прежде всего, просто должны понимать, а как это отдать? И когда у вас нагрузка уже, допустим, от ваших доходов составляет более 30%, а некоторые позволяют себе больше, это уже, в принципе, для вашего финансового состояния начинается катастрофа. Медленная катастрофа, потому что, чтобы облегчить свою какую-то дальнейшую жизнь, как проще уйти от проблемы? Взять другой кредит. Это пирамида. Да, это некая пирамида. Да, есть закон о банкротстве на сегодняшний день, но он еще достаточно сыроват, его будут дорабатывать. Еще не такая большая судебная практика. Мы сами уже даже пользуемся... Выход, Сергей Геннадьевич. Выход — это, прежде всего, формировать, начинать с детской даже стадии у населения, а как к деньгам вообще можно относиться, чтобы они понимали, что такое деньги, что сегодня нефть уже не 100 долларов за баррель, и не будет каких-то золотых гор, и это необходимо просто планировать. Вот это большая очень тема. У нас остается буквально 4 минуты. Вы думали, у нас еще много времени? Я бы вообще установила предельную долговую нагрузку. Это хороший вопрос. Давайте мы отдельно соберемся. Это надо отдельно собраться. Отдельно по этому вопросу, потому что действительно очень важный. У нас остается 4 минуты, и прогнозы буквально на следующий год, какие вклады, что будет со ставкой, что будет со ставкой ЦБ, со ставкой по вкладам, а что будет с валютой? С валютой, может быть? Да. Ну, по ключевой ставке я не предполагаю, что она существенно понизится с сегодняшних 10%. Я думаю, что максимальная цифра это будет, если вот все как есть на сегодняшний момент, это где-то от 8,5% до 9%. По ставкам по вкладам тоже, соответственно, существенного какого-то снижения не будет. Они, скорее всего, останутся примерно на том уровне, который сейчас есть в той или иной градации. Это сколько процентов? Ну, здесь сложно как бы говорить, да, то есть мы, допустим, как небольшой региональный банк, у которого достаточно большое количество вкладчиков именно в Кирове и Кировской области, мы, прежде всего, ориентируемся на один большой банк, да. И могу сказать, что там не будет, то есть уже некуда, ниже некуда, да. Но при этом, наверное, вот если у нас на сегодня максимальная ставка по одному из вкладов 8,1%, то, наверное, максимум это будет 1%. Это мой прогноз на 2017 год, и думаю, что он все-таки должен, по идее, сбыться, да, если не будет каких-то экономических сложностей. Валюта? По валюте все достаточно сложнее. Каждый банк для себя принимает определенные решения. Если есть куда-то вкладывать, понятно, что ставки будут там в районе 3-2,5, да. Но, как вы сказали, валютные вклады большой популярностью сейчас не пользуются, потому что, да? Абсолютно большой популярностью не пользуются. Это, прежде всего, наверное, какие-то люди, у которых есть большие накопления, да, то есть они пытаются каким-то образом поиграть там, диверсифицировать. А основное население, оно туда сильно не идет. Тем более, мы, как правило, живем и находимся в Кировской области, мы получаем зарплату в рублях, поэтому самое главное, не надо спекулировать на валюте. Вы никогда не заработаете, все равно вас обманут. Жестко. Жестко. Я хочу сказать, что надо, наверное, ну, подводя итоги, да, надо уметь, наверное, вот научиться часть денег все-таки откладывать, да, думать о будущем, думать о себе, о собственных детях. Это вы нам расскажете в отдельной программе, как это отложить деньги, накопить для своих детей. У нас практически не остается времени, а мне очень хотелось бы все-таки рассказать про тот подарок, который к Новому году вы жителям обеспечили. Ну, потому что это впервые в нашем городе, и вот эти два троллейбуса, которые светятся лампочками и огнями, запущены когда? По городу вчера буквально. Они запущены во вторник, во вторник, а не запущены, вы знаете, у нас. А вот так вот захочелось. С чего это вдруг, да? А ведь живешь ты в этом городе, когда уже много лет, его ведь любишь. Его ведь любишь, и хочешь сделать его ярче, интереснее, особенно перед Новым годом, когда едет такой троллейбус. Слушайте, как мне само это понравилось. Я с удовольствием прокатилась. Я приглашаю всех получить это настроение, потому что там играет музыка внутри, да, то есть старые наши песни, да. Наши сотрудники, собственно, руками сделали там все украшения внутри. И вот это вот, это душа и сердце. Это вот, мне кажется, я предлагаю всем чуть-чуть так соприкоснуться, получить вот такое вот новогоднее настроение. И они будут работать в Новый год. Они будут работать в Новый год. Новый год, это мы делаем подарок для наших кировчан. Они будут ездить бесплатно, вот эти два маршрута. Праздник должен быть праздником. Праздник должен быть, и надо все это делать, уметь своими руками. Нельзя бояться. Я предлагаю многим-многим нашим участвовать в предприятиях вот в таких маленьких, небольших чудесах, и делать это все своими руками, и от этого же получать удовольствие, и город будет меняться. Правда ведь? Если мы не будем лично конкретно вкладываться, город не будет меняться, он не будет чище, он не будет наряднее. А мы хотим, чтобы он был чище и наряднее. Он того стоит. Это практически поздравление с Новым годом. Сейчас от Лилии Казаковцевой прозвучало. Тогда еще от Сергея Геннадьевича, пожалуйста, Тувалкина. С Новым годом поздравить кировчанам. Кроме, что пожелать? Прежде всего здоровья. А самое главное, это не останавливаться на достигнутом, идти вперед, несмотря ни на что. и ставить перед собой какие-то несбыточные цели, чтобы было о чем-то помечтать, и к чему-то можно было прийти в Новом году. Сергей Тувалкин, Лилия Казаковцева, представители «Левятка банка». Мы подвели, как смогли, итоги. Это просто столько тем, животрепещущих затронули, что понимаем, что каждая тема на несколько часов разговор. Но будем встречаться в 2017 году, и вы расскажете нам, как все-таки научиться копить деньги. Мы с удовольствием. Прощаемся в этом часе. В следующем часе к нам придет Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Через 20 минут.